В Чебоксарах завершился республиканский этап «Золотой шайбы». Определены те, кто представит Чувашию на всероссийских соревнованиях среди сельских команд. Сейчас в Приволжском федеральном округе большое внимание уделяется развитию детского и юношеского хоккея. Поэтому результаты должны быть лучше с каждым годом. Всего в республиканской «Золотой шайбы» приняло участие около 60 команд. Но в числе лучших оказались игроки Батаревского, Канажского, Ядринского районов и города Чебоксары. Именно они боролись за места на пьедестале и были настроены по-боевому. Мы ждем и от соперника хорошую игру. Мы тоже покажем хорошую игру. И мы настроены только на победу. В игре между Ядринским рубином и Чебоксарским спартаком безоговорочную победу одержали спортсмены в синем. Родные стены столичной команде не помогли. Напряженная игра была и между Батаревским олимпом, и безоговорочным лидером соревнований Канажским гранитом. Именно эта схватка определила исход «Золотой шайбы». В финальный счет 5-0 хоккеистам «Олимпа» не удалось забросить ни единой шайбы в ворота соперника. Поэтому команде Батаревского района пришлось довольствоваться третьим местом, а победа подарила бы второе. Неудачная игра дорого обошлась «Олимпу». Путевку на всероссийские соревнования «Золотая шайба» среди сельских команд получили только золотые и серебряные медалисты. Поэтому с 16 по 25 февраля в Нижегородскую область отстаивать честь нашей республики отправятся юные хоккеисты Канажского и Ядринского районов. Чувства переполняют. Ребята молодцы. Выполнили все, что от них просили. Выиграли медали. Получили ценные подарки, призы. Наградить юных хоккеистов прибыл главный федеральный инспектор Почувашской республики Геннадий Федоров и принес приятную новость. В 2015 году на развитие детско-юношеского хоккея в Приволжском федеральном округе спонсоры выделили 26 миллионов рублей. По указу полпреда Михаила Бабича на эти средства ежегодно будут возводиться по одной ледовой площадке в каждом регионе ПФО. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.